Все-таки проходит хорошо. И теперь поговорим о том, как завоевать сердца всех наших клиентов и стать настоящим царем рыбы. Итак, для тех, кто еще не успел, вы можете пока писать в чате, из какого вы города и какой у вас бизнес. Напомню, что у нас есть хэштеги, и если вы вдруг будете что-то писать в Инстаграме или в Фейсбуке, пожалуйста, упоминайте. Мы периодически проходим по ним, и если что-то увидим, то обязательно лайкаем. Многие меня знают. Скажу, что я по предыдущим вебинарам и региональным семинарам скажу, что я практикующий маркетолог, я еще преподаватель. Сама тоже, виду, небольшой, как это в английском языке принято называть, соло-принер, да, предприниматель в единственном числе, да, бизнес. Вот, и есть также пара мобильных предложений и так далее и тому подобное. Основная моя любимая тема – это маркетинг и цифровые гибкие навыки. Вот. Что сегодня будет у нас в программе? Мы познакомимся с таким инструментом, как карта путешествия клиента. Мы посмотрим, что такое точки контакта и как их можно улучшить. Попробуем написать рекламные сообщения по двум схемам и проговорим о том, как это сообщение донести до нашего покупателя. Вот. Итак, карта путешествия клиента. Как ее проложить? Как у нас на самом деле происходит процесс продаж в реальном мире, да, особенно если это бизнес для бизнеса, услуги, да, или товары. В кратком варианте, когда мы просто приходим в магазин, продавец примерно проходит следующие этапы, да, и когда мы учим продавцов, мы всегда говорим, что сначала нужно познакомиться, это первый этап. Потом нужно выявить потребности, да, чем у нас клиент, задача, мы заботимся, что ему нужно, да. Потом на основе этого сформулировать предложение. Если будут какие-то возражения, да, то с ними поработать, превратить возражения в сильные аргументы, и в конце мы заключаем сделку, да. Вот, но покупатель, он совершенно в другом контексте себя ведет, совершенно в другом ключе действует, да, и когда у него возникает какая-то проблема, он прежде всего старается осознать, действительно ли у него есть проблемы. Иногда он может и не знать, да, что у него есть проблемы, что ему что-то нужно, вот, и поэтому он должен прийти к осознанию того, что ему нужно решить какую-то задачу, удовлетворить какую-то свою потребность, да. Вот, он ищет все возможные пути, рассматривает предложения и начинает оценивать, это хорошее предложение, и вообще для чего это нужно, да. А потом у него возникает сомнение, это точно моя проблема, да, может быть, стоит ее вот и возложить, предложить. Особенно это хорошо видно, когда речь идет о компаниях, об организациях, где есть ответственное лицо за проект, да, и человеку нужно принять решение, с кем будет компания дальше работать, да, там, если это управленческий консалтинг, например, как я видела, да, вот, если это одежда, то, ну, там процесс идет в принципе точно так же, да, но человек задает себе похожие, ну, в другом ключе вопросы, да, а мне нужна шуба, а действительно мне нужна шуба, какая шуба мне нужна, да, а может быть, не шуба, может быть, все-таки, там, какую-то парку теплую, да, или, может быть, пальто, вот, и так далее, да. Могу я сам, может быть, решить эту проблему, да, может быть, я сама сошью себе шубу, ну, или платье в легком варианте, да, и вот, и срочно ли это нужно, может быть, та шуба, которая у меня есть, я в ней еще похожу в этот сезон, да, и так далее, то есть клиента обуревают совершенно другие, отлично от того, что беспокоит продавца, да, там, его маршрут один, маршрут клиента совершенно другой, да, и основная идея в том, что мы сместим, да, то, что проходит покупатель, да, то есть продавцу нужно появиться в его поле зрения, в поле зрения покупателя нужный момент, да, вот в этом вся прелесть. И вопрос, который мучает клиента, когда он уже принимает решение что-то сделать, купить, да, то, что нам нужно, как это сделать, как купить, да, то есть нужно куда-то поехать, нужно просто зайти на сайт и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Давайте посмотрим, как это происходит в обычных магазинах, да, и как эта карта работает, ну, скажем, в рознице, да, в ритейле, ну, обычный продуктовый магазин. Самый простой, и вокруг нас этот бизнес есть, но по этой схеме вы можете точно так же отработать и свой бизнес, да. Вот это какой-то район в городе Шинкент или Талдыкурган, уже точно не помню. Вот. И я просто взяла карту Кудис и где-то ее открыла. Вот. И получается, что мы видим три большие дороги. Здесь остановка, здесь остановка, да, и много магазинов, да, вот. Есть магазин Мируэр, есть продуктовый магазин, есть Маян магазин, Баракат магазин, Байназар, Айдар, Куляш, Азиза, да, это все магазины, и это все по большому счету конкуренты. Но действительно ли все клиенты, которые здесь живут вокруг, они могут зайти в любой из этих магазинов, да. Все, кто владеет магазином, прекрасно знают, что есть определенный маршрут клиента от остановки до дома. И если на этом пути есть какой-то магазин, то вероятность практически 100%, что он зайдет именно в этот магазин и ни в какой другой, да. Вот, допустим, клиент вышел с этого магазина и живет вот в этом доме, и понятно, что самый удобный магазин для него здесь, на пути, это вот этот, да. Да, то есть он в него заходит, потом переходит в дорогу, вот, и потом спокойно топает к себе домой. Вряд ли он пойдет в барракад, вряд ли он пойдет на другую сторону, и вряд ли он пойдет туда, в другой топ. Вот. Если только, какие могут быть варианты? Если только он не знает о том, что есть еще этот магазин, и этот магазин намного-намного лучше, да, такое тоже может быть. И тогда, ну, вот здесь, скажем, в Баяну может сделать небольшой крюк и пройти как бы через него, вот. Но точно он не пойдет в Меруэль, и точно не пойдет вот в этот продуктовый магазин, да. То же самое в любом бизнесе. Как бы мы не хотели, чтобы у нас было очень-очень много клиентов, скорее всего, мы попадем в поле зрения только тех, на пути которых мы, собственно, находимся. Да. Вот. Здесь, например, в этом здании вы видите, что вот эти клиенты, скажем, если они идут с этого здания, вот в эту сторону, да, то в Баракат, если сюда, то здесь есть Меруэль, и есть еще один, да. Все. По-другому никак. Обратно, в обратную сторону мы не поплывем, да, против течения, да, мы пойдем так, как у нас, так, как нам удобно. Соответственно, что происходит? Покупатель проходит все вот эти вот вопросы, да, и нам нужно соприкоснуться с ним, да, есть такое понятие, многие из вас наверняка слышали, касание, да. Чем больше касание с клиентом, тем больше шансов у нас продать ему наш продукт или услугу, да. Вот. То есть нам нужно создавать эти точки контакта, и эти точки контакта, они являются на самом деле точкой принятия решения, да, потому что, когда клиент видит вывеску в витрину, осознанно, неосознанно, он решает, нравится, не нравится, интересно, неинтересно, да, то есть у нас вот в этот момент вывеска и витрина формируются две вещи, доверие подсознательно и интерес, да, то есть вывеска, как у всех, обычная, может быть, наоборот, еще хуже, да, то есть там бывает неопрятная, грязная, или это просто баннер, или вообще вывески, нет, да, мы сразу же оформили мнение о магазине и о люлях, которые мы работаем, да, витрина, насколько она аппетитная, насколько она продающая, да, что там интересного есть, я видела очень много, большие крупные магазины, они почему-то витрины закрывают обратную сторону стеллажей, ну, понятно, что им нужно поставить стеллажи, они ставят и саму витрину никак не оформляют, в итоге огромное пространство, когда ты идешь вдоль магазина, и получается, что ты, все, что ты видишь, как покупатель, ты видишь заднюю стенку стеллажей, да, это очень эрациональное использование такой огромной полезной площади, которая может привлекать внимание и продавать по большому счету, да, вот, средства коммуникации, да, там, где до нас дозвониться, есть ли у нас чат на сайте, есть ли у нас WhatsApp, отвечаем ли мы на Telegram, отвечаем ли мы на сообщения в Директ, да, то есть все вот эти вот каналы коммуникации, они должны работать, и самый простой пример, да, это, ну, поищите себя в Тугис, есть ли там ваш телефон, да, легко ли на него дозвониться, да, вот, а как вы в Инстаграме, быстро ли отвечаете в Директ, есть ли у вас автоответ, да, помните, на вебинаре про Инстаграм мы говорили, что делаем бизнес-аккаунт, и там можно делать автоответ, чтобы человек хотя бы получал первый ответ, что вы увидели его запрос, вот, отзывы и рекомендации, да, то есть смотрите, когда человек надо думать, это хорошее предложение, а кто мне поможет решить мою задачу, да, вот, хорошо, чтобы наш потенциальный покупатель натыкался на отзывы, на рекомендации, на какие-то истории, которые показывают, что да, это классное решение, это классное решение именно с вами, да, потому что некоторые задачи можно решить множеством способов, и тому самый простой пример, это как отдохнуть, да, можно куда-то поехать в выходного дня, да, то есть там сесть в машину, у кого есть машина, или посмотреть, есть ли сейчас доступны ли туры, что для этого нужно, да, вот, можно пойти просто погулять в парке, уходиться дома и посмотреть кино, да, то есть можно пойти на летнюю площадку, и так далее, и тому подобное, то есть для некоторых задач вариантов много, вот, и поэтому здесь важно клиенту показать, что именно этот вариант, которым занимаетесь вы, он самый привлекательный, а если еще и с вами, то, ну, вообще эмоции будут зашкаливать, да, вот, ну, и, конечно же, когда человек уже созрел, и он действительно хочет решить проблему, начинает искать, да, начинает искать где? В гугле, в инстаграме, в туризисе, еще где-то, да, или просто едя по улице, он начинает, ну, то есть, как вы сами знаете, да, если мы чего-то хотим, допустим, мы хотим машину, мы хотим красную машину, да, определенного вида, определенной марки, да, то мы когда будем идти по улице, мы будем видеть исключительно эти машины, мы будем видеть их много, да, то же самое, когда мы решаем что-то, мы начинаем искать эту информацию, фокусироваться, да, на этой информации, чтобы у вас были акции, чтобы у вас была витрина, вывеска, да, чтобы все говорило о том, что именно у вас человек может решить свою задачу. То есть увеличиваем количество точек контактов, потому что количество точек контактов — это количество принятых решений. И чем больше положительных решений принято, тем больше шансов у нас наладить взаимоотношения с клиентом. Дальше очень важная точка контакта — это сотрудники, конечно же. Как они отвечают, что они говорят, как они советуют, как они рекомендуют, как они вникают в проблемы клиента. Потому что зачастую бывает так, что обращаешься... У меня последняя история, допустим, был один известный магазин известного бренда бытовой техники, открыл новую точку на «Достой флазе», и в директе была реклама. Понятно, что я перехожу в Инстаграм по рекламе, не нахожу какого-то ответа на свой вопрос и пишу в директ. И спрашиваю, а будет ли вот эта вот модель у вас на открытии? На что сотрудник, понятно, что это СММ-маркетолог, он мне отвечает, он не дает ни ответа на мой вопрос, да, будет или нет, не будет. Он говорит, позвоните в магазин, вам там все расскажут. Ну, здорово, конечно, но только он же не дал сразу номер магазина, номер телефона. Что, мне нужно делать лишние движения, мне нужно зайти на сайт, мне нужно найти этот телефон. Ну, я не поленилась, зашла на сайт, нашла телефон, позвонила, и никто не ответил. Замечательно! Да, если бы этот продукт был, скажем, да, то был бы велик шанс, что я его купила бы, ну, а так нет, да, до магазина я даже не дошла. Вот, программа логальности, да, это тоже очень важный фактор, особенно, когда мы покупаем одежду, да, то есть, когда у нас есть выбор, и особенно, когда мы покупаем, скажем, продукты питания, да, то есть, скажем, из двух магазинов, Рамстор и Магнум, да, для быстрых покупок, я все-таки выбираю Рамстор, почему? Потому что я получаю кэшбэк на карту по гоу-бонусам, да, гоу-бонусы получаю, плюс еще дополнительный кэшбэк с Амером Стор, да, вот, и понятно, что в следующий раз я расплачиваюсь именно этими деньгами, это очень здорово, то есть, такая очень мощная дополнительная скидка, да, в Магнуме такого нет, да, и поэтому туда я иду только за низкими ценами, когда очень большие покупки будут. То есть, вот он выбор, момент выбора, да, хотя и туда, и туда нужно, ну, достаточно долго идти. Вот, поэтому программа лояльности – это очень-очень важно, да, там, последний пример – спортмастер, да, он на день рождения всегда дает 5000 тенге бонусов, да, и как раз обычно осенью все обновляют, скажем так, ну, спортивную одежду, как минимум, кроссовки, да, всегда есть выбор, либо кроссовки в оригинальном магазине, либо в спортмастере, да, в спортмастере у меня есть 5000 тенге, в оригинальном магазине скидка меньше, да, вот, вот, вот есть выбор. Ну, конечно же, ваш товар – это одна из главных точек контакта, да, то есть можно делать все очень классно, очень здорово, но если клиент купил ваш товар или продукт, или услугу, и она ему не понравилась, то в ИА, да, то есть как бы все ваши усилия, они просто разобьются в пыль, да, вот, но я хочу еще раз напомнить, что маркетинг – это, то есть нет какой-то одной волшебной пилюли, которая раз и сразу увеличит вам продажи, да, это такой пазл, который мы постоянно-постоянно собираем, и поскольку окружающая среда меняется, то и наша картинка, она тоже меняется, и нам постоянно приходится все это собирать заново, вот, поэтому все работает только в комплексе, да, все работает только все вместе и в контексте с нашими клиентами, с нашими конкурентами. Вот, сейчас, одну секундочку, я выключу, у меня тут есть лишний звук, да, все. Вот, поэтому уникальный товар должен быть, ну, и, конечно, сайт, соцсети – это онлайн-витрина ваша, да, если у вас есть витрина такая, у вас есть витрина онлайн, то это здорово, лишним никогда не бывает. Ну, и момент, когда клиент принимает решение, а как же купить, да, вы и тут должны ему дать информацию, ему нужную точку контакта, да, то есть либо доставку, удобный способ оплаты и так далее и тому подобное, да. То есть, когда мы понимаем, как клиент доходит до нашего магазина, мы в этих местах должны расставить наши контакты и касаться его чаще и чаще, да. То есть, нам нужно понимать, какие задачи решает наш клиент. И заметьте, чем лучше мы понимаем его задачи, тем лучше у нас наши точки контакта. Что это значит? Вот есть задача накормить семью, а есть задача приготовить ужин. Скажем так, накормить семью сегодня вечером – это более широкая задача, чем приготовить ужин. Почему? Потому что если задача стоит просто иметь семью, то выборов у меня больше, да. Я могу заказать еду, да, я могу приготовить сама, я могу попросить приготовить, ну, скажем, ребенка, сына или дочь, да. Вот. И, как бы, соответственно, исходя из этого, я могу либо зайти в приложение, либо просто купить продукты. Если же у меня задача приготовить ужин самой, да, то я уже фокусируюсь на чем? Какие продукты у меня есть, да? Все ли у меня есть? И нужно ли мне куда-то зайти для этого? Вот. Здесь нужно понимать, какую задачу решает ваш клиент, и как вы можете в этот момент сделать ему сообщение. То же самое с ребенком в школу, да. Если просто отправить ребенка в школу, в ближайшую школу, да, потому что это рядом, удобно, это безопасно, то все, что нужно, это показать, что здесь школьная форма, здесь учебники самые классные, здесь самые классные приложения, здесь вы покупаете там классный планшет, чтобы он мог рисовать и записывать, да, и смотреть развивающие приложения и так далее. Вот. Если дать образование, то, скорее всего, школа будет понимать, что у них есть шанс, да. Понятно, что родители стараются выбрать школу поближе к дому, да, но есть родители, которые все-таки возят, ну, чуть дальше своих детей отводят, каждое утро и забирают, вот. Либо, может быть, вы делаете развозку, да. То есть и тогда школа может... Но понятно, что как образовательное учреждение вы будете понимать, что вы рассчитываете на аудиторию, которая рядом с вами живет, да, и те, кто готовы доставлять вашего, своего ребенка в вашу школу, либо вы даете развозку, да, для этого, чтобы привлечь другие районы, чтобы увеличить свою географию, чтобы увеличить свой охват. Вот. Бухгалтерские услуги, да. Одно дело, просто помочь мне сдать налоговую отчетность, да, или помочь мне управлять финансами компаний. Это разные задачи. Соответственно, это разные сообщения, разные продукты, разные точки контакта. Что дальше мы делаем? Когда мы поняли, какие вот задачи решает наш клиент, да, мы определяем маршрут, и нам вот нужно вот в эти критические моменты ставить флажки, да, такие маркеры, да, то есть разместить правильно сообщение, разместить текст, ну, который вскрывает вот эти его задачи, который показывает, как можно решить эти задачи, да, ставить флажки, ставим флажки на пути, ставим хэштеги, да, то есть правильные, размещаем рекламу, может быть, где-то делаем какие-то акции, да, допустим, если это просто отдельный стоящий магазин, как мы смотрели на карте, да, то понятно, что задействуются витрины, так, чтобы человек, выходя из остановки, он видел, а что есть, да, что и есть, чтобы приготовить ужин, или что есть, чтобы накормить семью, да, учитывая, что у каждого бизнеса множество возможностей, как коммуницировать с клиентами, то можно делать разные сообщения для разных клиентов в одном моменте. И самое главное, конечно же, следить за качеством этих точек контакта, потому что даже входная группа, как открываются двери, есть впарение, да, там чисто, грязно, что есть на полках, есть ли товар, есть ли постоянно использование, вот, все это тоже очень сильно влияет на ощущение клиента и на желание его остаться с вами или, допустим, уйти к вашему конкуренту, да. Итого, что нам нужно делать, вернее, что у нас получается в итоге и как нам стать царем горы, да. Вот, во-первых, нам нужно понимать, какие маршруты есть у наших потенциальных клиентов, да, потому что именно эти маршруты создают нашу гору. Опять же, если маршрут прилегает мимо нас, да, то нет смысла привлекать. Условно, если до нашей школы там клиенту, родителям с другого района просто неудобно ехать, да, мы ни при каких обстоятельствах мы этого клиента не заполучим. И бесполезно, да, размещать там рекламу. Но если его путь, да, там, на работу, с работы прилегает именно через наш район, да, то вполне вероятно, что этот клиент станет наш. Все, что нужно сделать, это дать клиенту возможность увидеть, что мы здесь есть именно для его ребенка, да. Вот. И чтобы стать царем, секрет очень простой. нужно иметь больше всех точек контакта с позитивным результатом, да, то есть это должны быть классные точки контакта, которые оставляют самые классные впечатления у вашего клиента. Так, я вижу, у нас какие-то вопросы есть уже, да, 5 из аренела. Слушайте. Так. Так, вопросы. у кого-то у кого-то звука нету, да. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте в чат, и потом в конце мы на них ответим. Напомню, что мы здесь где-то на час, вот, у нас есть еще 25 минут, и сейчас мы поговорим о том, как анализировать и улучшать точки контакта с клиентом, да. Во-первых, правильный способ это проговорить, прописать, что делает контроль на каждой конкретной точке, да, она предупреждает, она вызывает доверие, да, она формирует желание. Почему это важно? Если я вас прошу о ваших ценностях, ну, вот, это просто вопрос в общем и целом, он в целом понятен для каждого из нас, да, мы все знаем, какие у нас ценности, но вы сразу мне не ответите, согласитесь, вам придется подумать. Потому что интуитивным мы понимаем, но сформулировать и проанализировать сразу мы не можем. Скорее всего, потребуется время, да, и скорее всего, вы обнаружите много интересных вещей, потому что вот этот процесс обдумывания и формулирования, он как раз таки заставляет погрузиться и увидеть вещи в их реальном свете. в их реальном состоянии. То же самое с точками контакта. Мы знаем, что у нас классный магазин, мы знаем, что у нас классные услуги, у нас классные компании, трудники, все здорово, да, но когда мы встаем в маркетинге, да, термин, да, макосины, это значит встать в макосины нашего клиента, да, и попробовать в них пройти. Когда мы вот встанем на место нашего клиента и начнем смотреть на наш бизнес с его глазами, мы можем обнаружить много интересных вещей, которые всегда имеют смысл улучшить, да, допустим, самый простой пример, это как легко нас найти. Все думают, что очень легко найти, но иногда получается, что совсем не так. Сложно, может быть, дозвониться, может быть, в бизнес-центре нужно долго искать, да, допустим, есть у нас такой бизнес-центр, в котором заплудишься на самом деле, и когда говорить, что приходите к нам, у нас будет тест, да, как изучать английский язык, как готовиться к Кайлс, да, то в итоге ты понимаешь, что ты тратишь 20 минут на то, что мы в огромном торговом центре, если у тебя есть другие дела, да, то, скорее, легко сдаться, вот, и просто уйти, все, и тогда на этом этапе клиент теряется, и вот таких вот моментов их очень много, и поэтому мы идем и прям проговариваем и прописываем, ага, клиент зашел к нам в офис, что он увидел, да, как бы его встречает девушка в ресепшн, да, ресепшонист, да, вот, она здоровается, а что, если нету ее, да, как он поверит, ведет себя, а когда он зайдет, и никому нет, да, потому что она тоже может отойти, что будет, да, тогда нужно, чтобы кто-то вот из ближайших подошел, да, и тогда мы говорим, что, ребят, если вы видите, что зашел клиент, а Настя, Катя, Айжан вышла, да, то вы отрываетесь от работы, встаете и встречаете клиента точно так же, как Айжан, Катя или Настя, да, вот, то есть вот эти моменты, их важно проговаривать, потому что если у вас компания большая, то собственники могут просто не догадаться, да, то есть их нужно направить, если у вас всего 2-3 человека, то понятно, что вы это будете делать интуитивно, но все-таки лучше прописать, да, и так дальше, там, этапе переговоров, да, как создать это хорошее впечатление, да, где мы посадим нашего клиента, когда он к нам придет, что мы ему предложим, будем ли мы предлагать чай, будем ли показывать ему презентацию, какую презентацию будем показывать, кто, как, что будет говорить, да, то есть это все деталей, очень много, да, но вся эта работа, она всегда дает результат, да, потому что вы тогда понимаете, вот здесь мы создаем доверие, вот здесь мы убеждаем, вот здесь мы показываем, да, не ругая конкурентов, что наш продукт лучше, да, вот здесь человек чувствует себя комфортно, да, допустим, ну, зона ожидания, да, допустим, она не настолько приятная, а это ведь эмоциональный фон, да, то есть когда мы ожидаем, что они подойдут в очень комфортное обстановление, мы настраиваемся, мы расслаблены, да, если нам что-то не нравится, допустим, тесно, или масок нет, нет антисептиков, да, то подсознательное желание уйти, да, оно блокирует восприятие других каких-то плюсов, вот, оцените силу этой точки, да, то есть это точно позитивные эмоции, может быть, это какие-то отрицательные эмоции, опять же, вот отсутствие антисептиков, да, это может быть отрицательная эмоция для ряда клиентов, ну, для таких, как я, может быть, точка может быть сильной и слабой, да, допустим, если коврик отсутствует или он так себе, это может не быть сильным эмоциональным фактором, да, для магазинов, в которые ты ходишь к воде, ну, да, вот так, ну, ладно, зато здесь вот те продукты, которые меня устраивают по нужной цене, все, больше ничего и не нужно, но если это дорогая стоматология, да, то странно видеть там неопрятный коврик, да, как правило, там все должно быть чисто и красиво, да, иначе создается впечатление, что эта стоматология, да, она не отвечает минимальным требованиям, да, скажем так, поэтому оценивайте, и если сила этой точки, она имеет большее влияние, да, то ее однозначно стоит улучшить, если эта точка, она имеет маленькое влияние, то ее можно ставить на потом, ну, как бы, и не работать с ней, в ближайшем перспективе, отдав свое внимание там наиболее важным моментам, да, вот, и самое главное, мы должны решить, как улучшить эту точку, да, то есть, может быть, поменять упаковку, может быть, поменять наклейку, может быть, поменять сообщение, сделать продукт лучше, да, сделать процесс лучше, процесс продаж тоже очень важный, там, как человек, допустим, особенно, если это кулинария, да, кулинария очень важно, чтобы люди соблюдали, продавцы соблюдали чистоту, да, то есть, одевает ли он перчатки, я, например, очень часто замечаю, что варисты делают кофе в перчатках, потом, не снимая перчаток, они берут деньги, ну, как бы, рассчитывают, да, потом, одевают этой же рукой крышечку у меня на кофе, да, вот, то есть, ну, понятно, что один раз это увидит, второй раз уже не зайдет, да, вот, то есть, вот даже с таким мелочью, опять же, мы продумываем, исходя из того, а как воспринимает клиент то, как мы работаем, да, все вот эти вот точки контакта, вот, понятно, что можно добавить сервис, можно сделать круглосуточным, да, и так далее, и тому подобное, вот, ну, и проверить, что все-все точки контакта на пути конкретного клиента, да, они ведут именно к вам в дверь, да, это очень важно, особенно реклама, да, потому что, ну, когда клиент готов и ищет, он вбивает в поиск, что ему хочется купить, и смотрит, ну, буквально первые несколько компаний, да, и важно, чтобы в этот момент он принял положительное решение, да, давайте посмотрим, как это можно сделать через рекламное сообщение, у нас есть способы самых простых, на самом деле, да, у копирайтеров, у тех, кто пишет рекламные сообщения, у них очень много способов их писать, прежде чем перейдем, давайте посмотрим, вопросов нет, переходим дальше, да, у копирайтеров очень много способов писать рекламные сообщения, там, больше 20, однозначно, да, все зависит еще от рекламной площадки, от рекламного формата, или это постер, или это билборд, или это баннер, или это роллап-липчок, да, или это инстаграм, то есть все зависит от цели, но в целом есть две модели, которые очень хорошо работают, и для начинающих это вот прям идеальный вариант, или когда, допустим, у нас нет времени, надо шутка долго думать, да, то мы легко можем использовать эти две модели. Первая модель называется АИДА, а, я хотела еще рассказать, что вот про длинные тексты, да, то есть вот эта вот сфера, вы ее можете использовать, пишите длинные тексты, да, то есть принцип один и тот же. Сначала мы как-то привлекаем внимание, потом мы что-то обещаем, вызываем любопытство, оказываем либо боль, либо удовольствие, да, таким образом мы вызываем эмоции, да, рисуем картину будущего, да, вот как сейчас, как будет после, да, повторяем эту историю, да, усиливаем, потом мы подключаем логику, даем какие-то рациональные поводы нам доверять, вот, работаем с возражениями, да, то есть мы знаем, как клиенты обычно возражают, там, нет денег, нет времени, есть варианты получше, да, вот, или это слишком дорого, как правило, все возражения, ну, не так много, на самом деле, вот, приводим доказательства, какие-то гарантии, да, обязательно призыв к действию, что нужно сделать сейчас, да, и закрываем сделку, да, то есть напоминаем, что есть боль клиента, как можно получить удовольствие, то есть распрощаться с болью, да, вот, и чтобы закрепить результат, да, мы еще что-то обещаем, да, есть целая книга, Джо Витали, гипнотические рекламные тексты, да, если кому-то будет интересно, вы можете всегда почитать, вот, но это касается очень длинных текстов, допустим, такие тексты используются на посадочных страницах, на сайтах, да, или в электронных письмах, да, очень длинных подающих, наверное, с этим сталкивались, вот, а я хотела вам рассказать про модель Аида, да, Аида, вы знаете, есть у нас имя такое, да, но это слово, оно от английских слов, по первым буквам, да, собрано, и если перевести, то получится осведомленность, интерес, принятие решений и действия, да, то есть сначала нам нужно начать рекламное сообщение с того, а что же мы предлагаем, да, то есть осведомить наших клиентов, потом нам нужно добавить что-то, что вызовет у них интерес, и еще добавить что-то, чтобы заставило их принять положительное решение, и самое главное, последнее предложение, оно касается того, как им нужно сделать, какое им нужно сделать целевое действие, которое приведет к нам, к покупателю, да, давайте посмотрим на примере Косты Кофи, у них есть какое-то предложение, да, и осведомленность, она вот как раз формируется картинкой, да, и тем, что они получают, вот, 2100 тенге, комбо, кофе плюс пони, вот, вот таким образом сформирована осведомленность, интерес вызывается, конечно, самой картинкой, потому что картинка вкусная, да, то есть красивое кофе, какие-то вкусняшки тут, да, вот, но также вызывается и тем, что любыми лакомствами по выгодной цене, вот, вот этот кусочек, он вызывает интерес, да, принятие решения это следующий этап, и вот здесь вот, ну, я бы чуть-чуть еще поработала, да, здесь получается добавлены пункты, которые там говорят, что если вы хотите поменять кофе, то плюс 200 тенге, делать холодный плюс 100 тенге, но эта информация здесь есть, и мне кажется, она не столько важна, на принятие решения повлияло бы что? Сколько я сэкономлю, да, вот эта информация, то есть 200, ну, я же не помню, сколько они стоят в рознице, могу не помнить, да, во всяком случае, сколько стоит отдельно кофе, сколько оно стоит отдельно в панини, да, сколько это будет в сумме, в итоге сколько я сэкономлю, если я приду во время ланча и возьму комбо, вот, и поэтому вот здесь хорошо бы показать, насколько это предложение, и тогда мне было легче принять решение, а так мой мозг на что он стрел, просто на 2100 тенге, и вероятнее всего, я буду просто сравнивать 2100 тенге и не 2100 тенге, да, то есть покупать или не покупать, если бы мне дали здесь вот информацию о том, сколько я сэкономлю, то я бы сравнивала, скажем, 2100 тенге и 2600 тенге, о, 500 тенге экономия, да, то есть вот такие вот моменты, они влияют на принятие решения, да, и вот здесь вот нужно дать аргумент в пользу нашего предложения, да, и действие, да, то есть четвертый этап – это действие. Здесь ребята дают агрегаторы доставки. Классно, это очень хорошо, но еще лучше было бы написать «закажи прямо сейчас», и понятно, что дальше идут агрегаторы доставки, да, и это было бы классно, да, таким образом, вот по Инди это приложение было бы более устойчивое, более сильнее. Следующий пример – Huawei MatePad, да, то есть это планшет со стилусом, да, вот, как они делают осведомленность, да, то есть они пишут, что читать безопасно, очень просто, да, когда есть вот этот девайс. Это осведомленность, то есть они дают понять, что этот девайс бережет на наше здоровье, или, ну, как-то о нас заботится. И дальше они вызывают интерес, да, пока вы наслаждаются сечением книг, там, планшет каким-то образом корректирует режим освещения и так далее и тому подобное. Вот здесь достаточно много полезной информации, чтобы вызвать интерес, да. Возможно, кто-то даже и не задумывал, что то, как мы читаем с электронной устройства, это может влиять на наше зрение по-разному, может, наоборот, заботиться, да, о нашем зрении. Вот, но для принятия решения очень мало информации, да, и вот здесь можно было бы усилить, да, там, что-то еще, добавить какую-то акцию, возможно, добавить информацию, где это можно купить, да, или, может быть, что это выгодно, да, то есть, ну, как бы не просто взять какой-то планшет, да, а именно этот планшет, да, вот, в общем, какие-то выгоды нужно добавить сюда, чтобы приняло решение, да, потому что пока это только из области интереса. И действия. Читайте с удовольствием, это тоже призыв действия, да, но нам нужен наш целевой призыв действия, да, там, вот, если обратитесь куда, технодол, софт, мечту, да, там есть эти планшеты, это было бы более конкретное действие, более конкретный призыв действия, да, вот таким образом работает эта модель. Еще один пример, а потом вы попробуете сами, хорошо? Это на сайте технодолма, получается, баннер, печатай себе ноутбук, розыгрыш 10 ноутбуков от HP, да, то есть вот это сообщение формирует осведомленность. У нас есть какая-то акция. Чтобы развить наш интерес, здесь есть кнопочка «Подробнее», она же является призывом действия, да, там, посмотреть подробнее, обычно мы нажимаем, ну, опять же, хорошо бы перефразировать, да, читать дальше, да, или что-то такое. Вот, и вот здесь формируется принятие решения, да, когда рассказывается про, собственно, сам этот ноутбук, какой он классный, да, вот, и чтобы, ну, то есть ноутбук – это плюшка, да, которую хотят использовать, чтобы нам продать принтеры, да, вот, и вот здесь принятие решения, оно плавно перетекает в действие, а действие здесь формулировано правильно очень, да, то есть кнопочка «Купить», 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 «Купить». Принятие решения формируется в том числе и товарами, которые участвуют в акции, да, здесь есть цены, и цены совершенно разного размера, от 55 тысяч до 250 тысяч, да, то есть практически на любой, вкусный любой бюджет и на любую задачу, да. Таким образом, вот это рекламное сообщение, оно построено по модели АИДА, да, осведомленность, потом мы вызываем интерес, потом мы добавляем какие-то моменты, чтобы решение было в нашу пользу, да, то есть подталкиваем клиента принять решение, да, и потом мы его призываем к какому-то действию, да. Пожалуйста, теперь по вашему бизнесу, по вашему какому-то продукту, напишите ваше рекламное сообщение в чат, давайте на это выделим 5 минут, это будет очень простое, простое рекламное сообщение, да, это просто прикидка, граф, черновик, да, то есть сильно долго не думайте, пишите, и мы рассмотрим, как у вас получается, и что можно улучшить, усилить. Понятно, что с практикой это происходит быстрее, лучше, эффектнее, изящнее. Да, мы пока посмотрим. Да, Римма, ты кто-то, да, опять не услышал. Да, я ответила в личные сообщения, один из них еще получилось. У нас бизнес и есть, получается, управленческий консалтинг, да, вот у АИДИ будет интересно услышать. Рекламное сообщение, да, розничная торговля одежды. Ну, по одежде скорее можно использовать, куда, акцию, да, сезонную распродажу, да, или наоборот новую коллекцию. Страхование жизни, здорово, тут вообще очень много эмоций, да, по страхованию жизни. Бизнес-коучинг. Телла. Ближайший ваш курс по коучингу, да, или по мастерству переговоров. Все замечательные программы, мастерство переговоров, конечно. Национальная одежда, здорово, да, то есть тут тоже много вариантов. Можно привязать к мероприятию, да. Давайте еще две минутки подождем. Пока все занимаются этим упражнением, я бы хотела сказать, что мы сейчас делаем запись вебинара, и обязательно будем отправлять ссылку на наши электронные адреса вместе со всеми остальными материалами, в том числе и презентацию вебинара. Также опубликуем все в чат, ой, то есть не в чат, а в канал программы. Да, это здорово, что есть запись, потому что в чате, да, спрашивали по поводу, как искать ниши, как создавать продукты, а у нас как раз был вебинар, да, после начала карантина, о том, как же искать возможные варианты, переориентировать свой бизнес. Он просит ссылку на телеграм-чат. А, Гульнар, вот, мы написали. Ну что, кто-то смелый есть, кто отправит свое рекламное сообщение Аиды? Или пока думаете? Давайте, если у вас будут идеи, да, если вы знаете, как создать, ну, что конкретно вы хотите про админ, да, то пишите. А сейчас давайте перейдем к еще одной модели. Она... Желудеса... Я голосовой, наверное, не смогу прочитать, ну, в смысле, прослушать. О, трансфернер. У нас уже есть, да, первый вариант. Здорово. Трансфернерные игры дают ответы на волнующие вопросы. Кем быть и как управлять деньгами? Это у нас что? Это у нас осведомленность, да? Вот это, да, да. А как интерес вызвать, да? И что вы хотите от человека, да? Чтобы он поучаствовал в вашей игре, да? То есть нужно дать ему какой-то повод принять это решение, да? Присоединяйся. У нас классная команда, классные игроки, да? И что нужно будет для этого сделать, чтобы присоединиться, да? Там позвонить по телефону. Такой-то, такой-то, да? Запишись на игру, да? Вот. Елена, новая система по уходу за кожей натуральный, 99,5% натуральный. Ингредиенты. Первый. Супер! Отлично! Вот у вас получается первая строчка. Новая система по уходу за кожей натуральный. Это осведомленность, да? То есть я не знала, что есть такая система. Теперь я знаю. Интересно. Практически 100% натуральные ингредиенты. Классно, да? Здорово. Сейчас это очень актуально. Принятие решений первым пяти бонус-скидка. Отлично, да? То есть это вот мотив, побуждающий принять решение, да? И пишите. Ну, пишите в директ, да? Наверное, еще в WhatsApp. Да-то, да? Классно. Это уже призыв к действию. Абсолютно верно. Супер! Спасибо, Елена. Сауле. Ты сможешь провести время с новыми людьми, узнать свои сильные стороны, успеть записать? О, классно! Да, это уже вот получились следующие этапы по трансформационным играм. Классно. Отлично. Спасибо большое за ваши примеры. Можно теперь не переживать, у вас точно будут классные сайты. Идем дальше. Есть еще одна такая система, очень тоже простая, она тоже по английским словам. Pain, more pain, hope and solution. Боль, больше боли, надежда и решение. И вы наверняка знаете эту модель, очень-очень часто встречали. Я нашла ролик рекламный. А, ну вот я еще даю примеры. Допустим, боитесь ошибиться с налоговой отчетностью? Все начинающие предприниматели боятся ошибиться с налоговой отчетностью, что на нее неправильно подойдут. И еще боятся не вовремя платить. Да, если еще добавить, то там можно добавить штрафы, да, и так далее. И вот надежда. Может быть, вас подстрахует профессиональный бухгалтер. Это надежда на то, чтобы вот этой вот боли не было, да. Тоже решение, да, регистрируйтесь, ну, на каком-то сайте бухгалтерском, да, и получайте консультации там всего за 5000 евро в месяц, да. И это уже готовое решение, которое снимает все боли. Давайте посмотрим. Я сейчас перейдусь на другой экран. Посмотрим очень забавный ролик. Я, честно говоря, не знаю, это официальный ролик или это просто его придумали как вирусную рекламу. Но тем не менее, да. Так, и я, наверное, сделаю. Заремы видно сейчас в мой экран, да? А, да, все видно. Чуть-чуть потише поставлю. Так, и включаю. Работаю бомжом уже 7 лет. И раньше у меня не было никаких проблем на работе. Клиенты постоянно давали мне деньги. И работа шла как по маслу. Но потом у меня появилась перхоть. И мои доходы стали падать. Клиенты просто проходили мимо. И я не понимал, что со мной происходит. Мою проблему стали замечать не только клиенты, но и сотрудники по работе. Девчонки, помогите, чем сможете. Фу, пойдем отсюда у него перхоть. Я не знал, что мне делать. Папа, папа, а что это у него на плечах? Ничего, пойдем скорее отсюда, дочка. И я обратился за помощью к самому богатому бомжу. Ходили слухи, что у него даже был личный бухгалтер. И поговаривали, что он один раз даже заплатил миньонный налог. Слушай, Сипы, а почему тебе люди дают деньги, а мне нет? Потому что я пользуюсь шампунем номер один от перхоти Хэлден Шодерс. А-а-а. Собрешай. А-а-а. Новый Хэлден Шодерс с формовым свежим аромат сделал мои волосы неотразимыми. Он обеспечивает до 100% защиту от перхоти и безупречную красоту волос. После этого шампуня я опять стал центром внимания. Удивительно, такой опрятный бомж и без перхоти. Хэлден Шодерс шампунь номер один в мире. Мойте голову шампунем Хэлден Шодерс и присылайте фото своей головы на мою 100 грамм страницу. И лучшую вашу голову я опубликую... Ну что ж, я думаю, идею вы уловили. То есть... Очень оригинальное видео. К сожалению, немножко подвисало. Но я думаю, мы можем ссылку отправить на канал. Да. В презентации вот здесь вот специально я указала ссылку на YouTube. Вы можете ее кликнуть и посмотреть. Вот. Но как вы заметили, да, то есть он описывал... Ну, герой ролика, он описывал боль очень в красках, да. Потом у него появилась надежда в виде одного очень успешного коллеги по бизнесу, да. Вот. И в конце прямо была целая история, как решение, которое посоветовал моего коллега, оно изменило его жизнь, да. Вот. Ну, со всеми плюсами и минусами, да. Вот. Я думаю, после этого вы точно запомните эту модель, потому что очень запоминающийся, да. Вот. И сможете легко уже использовать в своем бизнесе эту модель. Ну, время у нас уже 12 часов, уже 12 часов 6 минут, да, поэтому ваши рекламные сообщения пишите в наш телеграм-чат, да, и тогда мы можем их спокойно там обсудить и прокомментировать. И я думаю, это будет уже в более свободной, непринужденной манере у вас будет время подумать, да, как же понять боль, усилить ее, да, дать надежду и дать самое главное решение. Вот. И последний этап, да, как же наши эти сообщения донести до покупателей, какие есть каналы коммуникации, какие есть этапы, да. Во-первых, опять, мы все время держим в голове этот маршрут нашего клиента, да, то есть его карту путешествия, да. Вот. И самое главное, и также нам нужно понимать, что он находится на определенном этапе. Может быть так, что он даже не знает про ваш продукт и что он нужен. есть какие-то интересные пижамы, я сейчас не вспомню, как они называются, они как комбинезоны с капюшоном, с ушками в виде разных героев мультяшных, да, там, это может быть единорожек, это может быть панда. Это вот такие пижамы, они теплые, пушистые, мягкие, да, в них очень классно спать и самое главное, видимо, я так подозреваю, они там не сворячиваются, пока ты спишь, потому что ты одеваешь их полностью, да, вот. Опять же, я не знала об этих пижамах, да, пока не увидела рекламу, я даже не знала, что это классный способ спать, да, то есть они там мало того, что согревают, они еще и доставляют комфорт, вот, поэтому важно понимать, что клиент знает о вашем продукте или услуге или не знает, может быть, даже знает, что у него есть проблемы, но не знает, что есть и другие способы этого решения, да, решения этих проблем. В итоге на какой этап там другой клиент перешел, да, допустим, окей, я узнала, что есть такие пижамы, и я теперь раздумываю, да, значит, мне в этот момент нужны какие-то интересные факты, интересные истории, может быть, модели, да, чтобы мне захотелось именно такую взять, да, единорожкам или пандой-медведем, да, вот, и третий этап, который может быть, это, в конце концов, я хочу себе эту пижаму в виде единорога, где ее купить, как купить, как быстро купить, как быстро мне ее доставят, как я смогу оплатить, да, то есть вот на каждом этапе мне, как клиенту, нужны разные сообщения, да, и нужно, чтобы они попадали вовремя, да, вот, поэтому нужно составлять рекламные сообщения для клиентов на разных этапах, да, с разными запросами, да, располагать это нужно на видном месте. Где эти места, да, когда мы не знаем, понятно, что нужно размещать какие-то истории, статьи, инфографику, выводы, да, то, что привлечет интерес, да, и где на пути. Сейчас каналы самые такие популярные практически у каждого человека, это социальные сети, конечно, на сайте, если у вас есть сайт, это все должно быть, если у вас есть магазин где-то, да, то это должна быть витрина, даже если вы находитесь в бизнес-центре и у вас услуги, да, бухгалтерские, консалтинговые, может быть, дизайнерские услуги, да, то вы должны повесить на двери табличку, да, чтобы люди, которые мимо проходили, видели, что в офисе номер 208, да, что происходит, волшебство, да, то есть вы решаете какие-то определенные проблемы клиента. Это очень здорово работает. Вот, если клиент раздумывает, да, то что вы можете сподвигнуть его к решению, да, то есть дать какую-то акцию, описать преимущества и выгоды, да, опять же, рассказать истории клиентов, устами клиентов, да, отзывы, это классная штука, они тоже очень хорошо работают, особенно проверяйте отзывы Тугис, Яндекс, да, все инструменты геолокации, платформы, да, где ищут клиент в вашем регионе, да, товары или услуги, это очень сильно помогает, и вот отзывы и комментарии очень полезные. Я же помню, однажды мы приехали в какой-то из городов, и я искал магазин поближе, чтобы купить воды и, может быть, что-то вечером, в какой-то беседе. Вот, и я, да, я просто шла в Яндекс, посмотрела, какие магазины есть рядом, и посмотрела отзывы, да, и вот там был я, помню, один магазин, про него все написали так плохо, что, ну, я прошла чуть дальше, более круг магазин, но зато я была уверена, что там все нормально, да, вот, поэтому следите за этими вещами, вот, и когда человек раздумывает, конечно, можно уже использовать электронную почту, да, то есть как собирать электронные адреса, отдельная история, но вы можете это делать, на этапе, вот, не знает, да, вот, квитанции тоже хорошо подходят, да, потому что человек раздумывает, он вот раз в месяц получает квитанции, может быть, ваша листовка, она будет как раз ответом на его раздумие, да, вот, и когда он уже ищет продавца, должно быть очень быстро, да, это реклама, почта, соцсети, мессенджеры, да, то есть чтобы, как только он там что-то запросил, вы ему тут же ответили, и самое главное, чтобы у вас были готовы ответы на самые главные вопросы, которые ведут покупки, да, есть ли доставка, как оплатить гарантии, да, гарантии возврата, если не понравится, буду я ли я что-то должен, да, условия какие-то, да, поиспользуем, еще что-то, нужно ли мне кроме этого еще что-то, да, допустим, я покупала, у меня тут кольцевая лампа такая есть, покупала через Инстаграм, да, и вот на момент, когда мы уже были готовы осуществить покупку, там ребята очень четко объяснили, что к нам приедут, все покажут, и даже если мне не понравится, то ничего я не буду должна, да, но если понравится, и мы захотим купить, то здесь и сейчас, мы можем оплатить так-то и так-то, да, вот, то есть все очень четко, все очень понятно, и это было моментально, что самое важное, да, то есть в Инстаграме в течение дня я получила, ну, в течение дня, вернее, я имела в виду, в рабочий день я все это писала, вот, и я получила ответы буквально в течение часа переписки, да, ну, потому что я сама не прям сидела, все это писала, ну, очень быстро, вот, поэтому мы смотрим, на каком этапе клиент находится, мы смотрим, где мы можем разместить и какое сообщение, да, на этом все, то я надеюсь, я надеюсь, что у вас теперь получилась очень такая цельная картина того, что же такое карта путешествия клиента, да, то есть как он ее проходит на пути к вам, к вашему бизнесу, и что на этом пути вы должны разместить информацию о себе, да, на этом пути вам нужно касаться этого клиента как можно чаще, как можно лучше и позитивнее, да, чтобы у него оставлялись только положительные эмоции о вас, о вашем бизнесе, вот, и вы теперь знаете, где и как размещать рекламные сообщения, и у вас есть две модели, как их писать, да, Аида и через боль, надежду и решение, вот, я жду с удовольствием ваших вопросов. Пока вы пишете, напомню, что вы всегда можете зайти на сайт «Женщины в бизнесе», посмотреть, какие программы сейчас, какие инструменты есть у Европейского банка реконструкции и развития, также пройти инструмент самодиагностики бизнес-линзов, да, его, кстати, рекомендуется проходить, несколько раз, раз в год, например, да, чтобы отслеживать изменения, вот, и как проходить инструменты, вы можете посмотреть на YouTube, да, очень простой инструмент, который всегда нас фокусирует на том, что из себя представляет наш бизнес целиком, комплексно, да, вот, и, конечно, подписывайтесь на наш Telegram-канал, Telegram-чат для нетфорсткинга, задавайте вопросы друг другу, не только нам, да, делитесь опытом, общайтесь, если у вас есть какие-то вопросы, допросы, пишите, и, скорее всего, у кого-то из вас найдется ответ, да, подходящий, этим хороши сообщества, да, этим хороши сообщества. так, Елена, вам спасибо большое, что нашли утром время, пишите ваши рекламные сообщения в чат, мы их посмотрим, так, Зарема, я вижу, что вопросов пока нет, да, завершаем, я думаю, можно тогда завершать, если будут уже вопросы после вебинара, может, какие-то появятся, также пишите нам обязательно в чат, на все вопросы ответим, вопросы, касательно программы либо самого тренинга, тоже обязательно ждем, я думаю, можно закругляться тогда, Сауле, также спасибо вам за участие, да, спасибо большое, Сауле, и за ваши сообщения тоже, здорово, что вы так быстро уловили суть Болжан, да, спасибо, форму, да, анкету, если вы заполните, будет очень здорово, да, будет отлично, кто еще не запомнил, у нас вебинар еще продолжается, еще есть пара минут, чтобы вы могли заполнить анкету. Здорово. Тео, спасибо вам, что присоединились, очень приятно, спасибо, здорово, спасибо, Сауле. у нас будут вебинары, и, кстати, будем рады, если вы будете периодически писать, какие темы бы вас интересовали, спасибо, Бауэрн Коль, да, и также Зарема, может быть, озвучите идею, да, по нетворкингу, да, в онлайн, и вот еще вопрос, как заполнять анкету. Касательно анкеты, если вы с телефона подключились, должна быть кнопочка, так, у меня просто на английском, что идет опрос, такая зеленая. А на где получается? А у меня вот на главном, на главном экране, вот сверху. Сверху, да, получается? Если через компьютер, она также, да, должна быть видна, полинг. Наверное, там где три точки, наверное, да? Да, ну, как вот, как диаграмма такая, вот, за кредит. А также вы сказали про нетворкинг, да? А вы имеете в чате? Зуми. Помните, как идея была, как собираться всем вместе и пообщаться? А, точно, да. Мы сейчас вот, спасибо вы, что прогрессовали. Сейчас думаем организовать мероприятие по нетворкингу, то есть, где будем говорить, то есть, это будет не в формате тренинга, где только один тренер разговаривает, рассказывает о какой-то теме, более такой, как мини-конференция, для предпринимательниц, где вы сможете пообщаться друг с другом, поделиться опытом, мы позовем каких-нибудь спитеров, успешных предпринимательниц, чтобы они могли поделиться своим опытом, советами, касательно конкретно с тем. Если вам это будет интересно, обязательно также напишите нам, письмо, мы рассмотрим ваши пожелания, если у вас есть какие-то идеи, постараемся все это притворить в жизни, и надеемся, что это будет в ближайшее время, обязательно следите за новостями нашей программы по указанным соцсетям, либо также будем отправлять на ваши электронные адреса. У нас есть немного такая проблема, что когда отправляем на электронную почту письма, иногда попадают в папку спам, поэтому тоже иногда проверяйте, к сожалению, пока что мы ищем способы решения этой проблемы, но так вот получается. Да, письма иногда попадают в спам, даже если отвечаешь на них, то иногда они все равно попадают в спам. К сожалению, да, это более системные такие вещи. Вот насчет нашей мини-конференции по нетворкингу обязательно мы вам сообщим. В WhatsApp или Telegram обязательно будем писать, но скорее всего в Telegram, потому что в WhatsApp это не очень удобно, так как нужно обязательно вручную добавлять контакты и так далее. Поэтому подписывайтесь. В ближайшее время обязательно сделаем анонс. Ну, все, тогда завершаемся, да, закругляемся. Да, хорошо, спасибо большое Анелле за такую интересную тему, я думаю, будет очень полезно всем предпринимательницам, а также спасибо большое дорогие участницы, что вы находите время участвовать в наших вебинарах, что вам интересно это, если вам интересно, также, конечно же, рекомендуйте своим знакомым друзьям, подругам и коллегам обязательно, мы постараемся дальнейшем также организовать больше таких бесплатных полезных мероприятий, пока что, к сожалению, только онлайн получается в силу нынешней ситуации, но если ситуация разрешится и будут оффлайн мероприятия, то есть в разных регионах, мы обязательно тоже об этом будем сообщать. Здорово. Спасибо большое Зарема вам тоже и милые участницы, да, надеюсь, скоро опять увидимся. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.